а то он слишком много знал Geronshop.ru это на возможность дешево купить Майнкрафт а также скидки, бонусы, акции и отличные гарантии в одном месте все ссылки в описании Маршал Герон, Маршал Герон, срочно повезли новые пушки замечательно, это значит, дорогие друзья что сегодня у нас будет обзор на один из самых крупных модов на оружие, которое я только когда-либо обозревал тут пушек штук 200 или 300 так что тащите печаек, печеньки будут классно, клево, интересно не забывайте, что сегодня я буду вас спускать на полигон по билетам один лайк, один билет так что, дорогой друг, не ленись поставь большой пальчик вверх, но для развития канала это очень важно ну и к тому же, чтобы не возникало потом проблем на тему а где следующий обзор модов, куда все делись ну и самое главное, каждый раз, когда ты ставишь дизлайк или, точнее, давай так если ты не ставишь лайк или дизлайк то к тебе пойдет ночью херобрин и переезжет тебе интернет, да? да, Геронушка, для тебя все что угодно так, давайте смотреть, что у нас есть сегодня во-первых, есть немножечко железных колемов и немножечко носатых давайте носатые носатые, идите сюда ооо, ооо и куча пушек давайте мы начнем, наверное, снизу вверх слева направо М79 я вам, кстати, в конце этого видео покажу, как все эти пушки работают и, соответственно, для начала нам нужно пушку перезаедить потом немножко подождать а потом уже можно стрелять ой, ё-моё, ой, ё-моё, чё я натвоил? а перед началом этого ролика, дорогие друзья, у меня к вам второй вопрос мы сегодня... нам нужен второй сезон покемонов или нет? пишите ваше мнение по кем... отношению к вашим покемонам в описании под видео так, окей, поскольку это, оказывается, гранатомет, давайте попробуем сразу на железном големе окей, значит, штука способна железных големов убивать крутая пушка, зачет М32 вот эта штука я не знаю, что это опять ждем несколько секунд, пока перезарядится тоже тоже классная пушка ну-ка а танк мы сможем разрушить? два-три выстрела и танка нету хорошо, давайте мы попробуем подорвать мою Лаборджини но это давайте я в конце видео, потому что пушек много, если успеем дальше у нас идет М... сколько? Что у нас идет? М-98? Нет М-4 Маки всевозможные давайте М-4, это штурмовая винтовка ну-ка давай, работай звука нету херабрин убить я не могу, потому что это дружественный NPC, в конце концов, это мой херабрин ага то есть, в принципе, на сатах убивать этим очень эффективно урон маленький, но стреляют быстро в принципе, на то это и пулемет или автомат, я не помню теперь, у нас идет МАК-10 и МАК-10 маленький вот этот я насколько понимаю, у них патроны одни и те же ага, то есть, МАК-10 бывает обычные бывает с глушителем с глушителем они абсолютно безобидные но МАК-10 я в принципе не слышу и без глушителя наверное, звук тихий поставил давай посмотрим нет, ребята, звука в этой версии нету окей и самое интересное, когда ты его нажимаешь и стреляешь из него такое ощущение, что персонаж стремится ну, как сказать, у него голова такая раз, падает вниз очень странное ощущение его, к сожалению, на видео не видно но зато я ощущаю и вам рассказываю так, теперь смотри, что у нас еще есть мини-ган давайте гулем иди сюда к сожалению, мини-ган, как вы видите ауч так, а если я постараюсь смотреть вниз понятно, то есть в принципе, эту штуку, конечно, носить с собой невозможно потому что она стремится куда-то вверх видите, меня откидывают вверх так, а если shift нажать да, то есть, если я присяду нет, то точно так же отбрасывают вверх короче говоря, несмотря на огромную мощь благодаря тому, что его постоянно откидывают вверх мини-ган не самая классная пушка и она, к сожалению, плоская окей теперь, смотри у нас есть еще мушкет мушкет, по-моему, это хорошая штука чтобы стрелять на дальнее расстояние ну-ка, носатый, стой стоять боятся так, давай перезаезжайся каждый раз после перезаезжай происходит несколько секунд поэтому это никак не отображается когда пушка пока не перезиделась до конца и ничего не работает ох ты, ё-моё ааа, слушай, у меня есть подозрение, что эта штука заезжается поштучно какая неудобная штука ммм так, и в конце видео я вам покажу, как все это закрафтить потому что это, несмотря на то, что рецепты нигде и никак не отображаются все это можно скрафтить так, дальше идет у нас скар какой-то я не знаю, что это такое, скар, но вроде бы это какая-то пушка из, которую использовали то ли в Ираке то ли в Иране то ли где-то еще если зажать правую кнопку мышки то она стреляет целую очередь уииии, понятно носатые уже начали догадываться, что что-то происходит не так мп5 это что у нас такое? тоже маленький, скромненький пулеметик слушай, ага Так, давайте, знаете, что проверим? Вот меня очень интересует, насколько меняется точность стрельбы с расстоянием. Давайте куда-нибудь сюда отлетим, в эти веселые танки. Ну-ка, ну-ка. Как тебе сказать, кучность стрельбы довольно хорошая. Она до больших расстояния тоже неплохо работает. Но, конечно, убивать на расстоянии каких-то сильных противников, вот эта штука бесполезна. То есть это лучше для каких-нибудь маленьких слабых противников использовать на расстоянии. Вот это хорошая мысль. Дальше, давайте вот это ПП-2000. У нас еще, ребят, мы только с вами одну двадцатую часть прошли. Так что расслабьтесь, еще много всего интересного будет. Хватит на меня смотреть осуждающим взором. Тоже 4 урона. В принципе, аналогичная пушка, рассказывать о ней нечего. МХ-4. Вот эта пушка реально крутая, потому что она сразу выстреливает целую очередь. Смотри. То есть я нажимаю один раз правой кнопкой мышки. И сразу всаживает в него... Ух ты, ё-моё. 4 от 3 до 5 выстрелов. Сразу, за одно нажатие. Точно так же можно, конечно, зажать правой кнопкой мышки. Но тогда пушку начинают отбрасывать вверх. И это становится страшно неудобно. Слушай, а каким образом он подбрасывает вверх големов? Это же... Големы вообще обладают резистоустойчивостью. То есть их очень трудно отбрасывать. Если их бить мечом, по-моему, их очень плохо отбрасывают. Слушай, это идеальное оружие. Но я так понимаю, что на расстоянии эта хрень не работает. Ну-ка, толком. Да, на расстоянии это, ну, очень неудобно. Эта штука очень хорошая и полезная только в ближнем бою. Вот так вот сделала. Подожди, мы с этой... Отойди. Раз, хопа, и всё. И нету, понимаешь? В ближнем бою вот эта MX-4 классная вещь. Но мы двигаемся дальше. Так, МП-9 или как его? МП-7. Абсолютно бесшумный и абсолютно скорострельный. Так, а если один раз? Ага, понятно. Аналогичная вещь. Тут даже смотреть не на что. Дальше. П-90. ПМЕ-КОМ из КСГО. Оу, е! Я понятия не имею, как эта штука стрелять, но... А вот это... Вот здесь, ребятушки, очередь намного больше. Смотри. Если один раз кнопочку нажать... Нет, здесь две пули. И в принципе работают аналогичным образом. То есть дизайн только меняется. Механика работает точно так же, как и у MX-4. Так, давайте-ка RPG. Тандем. Мы немножечко подальше летим. А то я знаю, а то сейчас опять подорвусь, как дурак. Точнее, как умный. На своих минах подорваются только умные люди. Вот. Вот это я понимаю разрушение. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. А-а-а. Перезаезжается целая вечность. То есть это очень удобно. Знаешь, так из-за угла выскакиваешь. Смотри, показываю. Берешь RPG-шечку. Заезжаешь. Ждешь. Потом выскакиваешь такое. А-а-а-а. За родину. И сваливаешь. Снова в угол. И снова долго, ну-ка, перезаезжаешь за полчаса. Слушай, это идеальная штука для кемперства. Просто идеальная. Но это еще не все, ребята. У нас есть еще тар. И еще, вот еще четыре вкладки. Поехали. Для этого нам нужен хоть один живой железный гарем. Я так сильно подозреваю, что это тоже обыкновенная пушка. Ну-ка. Вот. Так. Здесь может стрелять очередями. Отбрасывает вверх намного хуже, чем предыдущие модели. И дает урона на пять урона, а не на четыре. Короче, эта штука гораздо лучше, чем то, что я вам показывал. Все эти MX, MP намного бодрее и урон больше. И отбрасывает слабее. Красота, а не пушка. Слушайте, я уже начинаю в пушках разбираться. Ужас. Куда катится мир? Не иначе как снег пойдет. Ладно. Теперь у нас куча пистолетов, которые так и называются Вольтер или Вольтер. Короче. Поскольку на голями использовать маленькие чахлые пистолеты, это как-то не очень честно. Давайте снова вернем наших носатых. Я не знаю, чем они отличаются. Эти Вольтеры ПКС, ППК, 99СД и просто П99. Блин, нихрена себе какое разнообразие. Я так понимаю, что эта штука хороша тем, что она быстро, если один раз заедил, то сразу получаешь 10 патронов. И стреляют они, естественно, поштучно. Мужики, давайте вы не будете мне предлагать рейды. Я понимаю, что это хитрая система защиты. Да, в принципе, вот эта штука очень хороша в ближнем бою, когда тебе нужно нанести точный выстрел. В принципе, по 5 урона у всех. Вот эти несчастные ППК и ППКСД, они наносят 4 урона, а не 5, как в отличие от других Вольтеров. Слушай, прикольно. Но я, честно говоря, считаю, что вот эта предыдущая пушка синего цвета, которую я вам показывал, намного круче. Ваше мнение не забывайте оставить в комментариях. А то, как всегда, дизлайк нажмете и уйдете. А это не очень интересно. Так, и теперь, смотри, у нас есть еще The Booster. Выглядит очень круто. Мне больше всего нравится то, что он стреляет таблетками. Это не таблетка, ребята, это мина. Да, это самая обыкновенная мина. Или это таблетка в виде мины. Или мина в виде таблетки. Ой, боже мой. Вот это, вот это моя любимая пушка. Все, ребята. О, подождите. Давайте попробуем самолет сбить. Оказывается, там самолет есть, а я не заметил. Это все, ребята. Ребята, срочно ставьте лайки, потому что это злые хейтеры. Они сейчас начнут высадку. И будут мешать проводить съемки. Так, у меня есть огнемет под это дело. По-моему, это огнемет. Самый натуральный, насколько я понимаю. ВХ кап. Ну-ка. Стоять бояться. Я сказал стоять бояться. А ты что делаешь? Носатый. И, в общем, эта пукалка имеет всего лишь навсего три урона. Когда за тобой бегут злые враги, ты такой, хоп, у них под ногами. Поджигаешь, они такие. И сразу сгорает. Гениальное. Идеальное убийство. Э, носатые. Ладно. Ну, вы, в общем, поняли мысль. ВХ кат, я думаю, работает точно так же. Пробуем ВХ кат. А, нет. ВХ кат, это, ребятки, не огнемет. Хотя выглядят они одинаково. ВХ кап это огнемет. ВХ кат это уже полноценная ракетница. Один выстрел и нету таракана. Нету машины. Нету машины. Надо еще сегодня подумать. Стоп. А, НСЛ Вечность перезаезжается. Понятно. Перезаедил три выстрела. Ну, это лучше, чем ракетница. Потому что ракетница, она, конечно, бомбит намного сильнее. Вот она, ракетница. А, это не ракетница, да? Вот от РПГ у нас осталась вот такая дырка. От этой штуки осталась вот такая дырка. Но зато, в отличие от РПГ, она, по крайней мере, хотя бы три выстрела может сделать за одну перезаятку. По-моему, это очень классно. Дальше идет спас. Я думаю, что спасы годятся разве что для охоты на носатых мужиков. И на том... И все на том. Так. Ну-ка. О, е-мое, ребята. Это шедевр. Это просто шедевр. Просто один выстрел и нету. Хорошо. А на големах давайте попробуем. Потому что железный голем, может быть, они выдержат спас. Сколько? Это самая мощная пушка из обзора. В принципе, есть два модификации. Насколько я понимаю, они отличаются только расцветкой. И спас зеленый. И спас серый. Да. Это просто два разных цвета. Без разницы, да? Абсолютно без разницы. Окей. Вот это, товарищи... Это точнее пушка под названием Вектор. Это просто пулемет. А пулемет обыкновенный. Есть у УМП-45. Еще тоже пулемет обыкновенный. А нет, ребята, они разные. Смотри. УМП стреляет гораздо еже. А вот эта Вектор стреляет намного бодрее. Вектор, короче, круч. Просто объективно. Но тут нужно учитывать, ребята, что крафт всех этих видов оружия разный. Так что иногда слабая пушка может стоить дешевле. Или она... Как сказать... Вы все равно будете использовать более слабые пушки. Потому что для них может быть более дешевые крафтовые рецепты. Цепты я вам отдельно покажу. Дробовик шорти. Так это называемый. Я думаю, что это дробовик. 24 урона. 3 выстрела. Отлично. Теперь СИГ-516. В двух расцветках будет зеленого и серого цвета. Я думаю, что они одинаковые. Они просто стреляют одним выстрелом. Просто вот так вот. Хопа. И все. И больше ничего. Стоять. Мужик. А куда ты? Слушай, ты видел это? Ух ты, какой резвый. Ребята, это какой-то хитрый мужик. Он догадывается, что происходит. Он решил выбраться из матрицы. А ну стоять бояться. Эээ. Твои жбоб. А ну на место. Это не больно. Честное пионерское. Честное дикторское. А ну быстро вернулся. Стоять бояться. Вот. Все. А то он слишком много знал. Так. Это у нас было. Теперь мы уверены. Так. Вольтера у нас были. Теперь вот это. Окей. М98. М98 идеально тем, что она медленно стреляет. Имеет всего лишь 6 зарядов. Зато один выстрел и нет носатого. По-моему круто. Если мы с вами возьмем голема. Под это дело. Железного желательно. Так. А ну стоять бояться. Эээ. Слышите вы. 30 урона. Короче. Идеальная винтовка. Просто из угла. Кого-нибудь за каким перить. Просто. Сказка. Дальше. М79. Это как мы уже с вами выяснили. Это гранатомет. Насколько мощный. Да. Великолепно. Дальше. М4. Давай. Ну такое. Абсолютно неинтересный пункт. На этой радостной ноте мы заканчиваем первую часть обзора замечательного комьюнити випон пака. Мода с названием комьюнити випон пак. Так что ребята оставайтесь с нами. Вот это я понимаю. Вот. И следующее. Прямо завтра мы сделаем обзор. Не забывайте собрать для этого всего лишь навсего 1000 лайков. Точнее давайте так. Не будем жадничать. 999 лайков. И следующие серии можно даже сегодня выложить. Почему бы нет. Лайки есть. Серия есть.